Мендуцувер. «Все мы родом из детства», — утверждал один из самых добрых писателей Антуан де Сент-Экзюпери. «И ведь правда, всех нас по жизни ведет то, что заложено в нас с детства. Хотя кто-то хранит в себе детские впечатления до глубоких седин, а кто-то стал меркантильным и все забыл, выпоркнув сразу из коротких штанишек и стоптанных сандаликов. Мои года уже устремились к 60, а мне все видится картины из разных частей моей уже немалой жизни. Я бы условно поделил бы свои эпохи на периоды по 20 лет. Кстати, думаю, что моя жизнь не сильно отличается от большинства моих сверстников и земляков. Хотя в этом много философствования, но иной раз хочется проанализировать, что прошло и что может случиться с нами в обозримом будущем. Тем более это можно сделать на основе обзора предыдущих лет. Так совершенно не похожи друг на друга 20-леток. Моё детство закончилось в 1981 году. В тот год я окончил среднюю школу и отец отвез меня в Москву поступать в МФТИ, физтех, на факультет управления и прикладной математики. Мы сдали документы в приемную комиссию, отец устроил меня в общежитие. Потом мы ночевали в гостинице Останкино. Рано утром папа уезжал в аэропорт, а я днем должен был доехать до Долгопрудова на электричке. Так и стоит перед глазами картинка. Папа уходит в сторону платформы окружная, а я смотрю его вслед с третьего этажа гостиницы и понимаю, что все, детство закончилось. В МФТИ я не поступил, но приемные экзамены там были в июле, поэтому в августе я тут же поступил в МЭИ, энергетический институт. В те годы Советский Союз был мощным государством, может не очень эффективным и удобным для жизни, но мы тогда об этом как-то не догадывались. Была эпоха Леонида Ильича Брежнева, развитой социализм. Полки магазинов были пустые, но в холодильниках граждан дефицит вводился. Хотя вот, например, я в детстве очень любил помидоры и всегда с тоской встречал ноябрь. Тогда мои любимые помидоры исчезали даже с прилавков на базаре до мая. Я придумал себе томатный коктейль, смешивал томатный сок и сметану с солью. Даже сейчас иногда так делаю, чем шокирую окружающих. Мы были в те годы не очень политизированы, хотя поголовно были комсомольцами и пионерами. Общий враг тоже был, американский империализм, а как же. Тем не менее, мы все хотели таскать джинсы Wrangler или Levi's, а их наличие подчеркивало твой высокий статус. Квартиры можно было получить как молодой специалист, особенно если удачно устроился в солидной организации. Там иногда давали квартиру сразу, при поступлении на работу. Все потому, что экономика работала на полных оборотах. Рабочие руки и специалисты требовались везде. Потому и учились все и рабочие, и специалисты. Вместе с этим дефицитом являлось все, что нужно гражданину для нормального быта. Но что-либо требуют через забастовки и митинги, мы даже не догадывались. Государство было очень жесткое на этот счет. Чуть что в психушку. Но и коррупции почти не было. Могли даже расстрелять за это. Потом грянула перестройка. Процесс оказался организован безобразно. И стал похож на сдачу в плен самого большого социалистического государства. Что же, это останется на совести Горбачева. Но эпоха социализма в моей жизни кажется мне самой доброй и беззаботной. Я учился в школе, институте. Ездил в строотряды, сжег костры. Сплавлялся по бурным рекам на Байдарке. Стал инженером. Немного повзрослел. Время развала и уничтожения СССР. У меня уже два сына. Опыт работы главным инженером предприятия. Заместителем директора учреждения. В этом году с другом организовали свою строительную компанию. В 90-е годы дались нам нелегко. Беззаботиться, безденежья. Вот и компанию свою организовывали с нуля. Даже ходили пешком везде. Денег не было даже на маршрутку. Впрочем, всем было бы нелегко. Хорошо жили только приближенные к начальству. Такую тенденцию внедрил и развил первый президент республики Илюмжинов. Именно в 90-е годы началось расслоение общества на богатых и бедных. Начался внедряться принцип Илюмжинова. Если ты умный, то почему такой бедный? Под умным подразумевался, скорее всего, ушлый и беспринципный. На место духовным ценностям пришли деньги и роскошь. Чиновники начали выстраивать свою систему выдаивания откатов. Пока суммы были небольшие, обтачивались схемы на партизации государственного имущества. К примеру, в Элисте за бесценок разошлись гастрономы, промтоварные магазины, даже рынок в простонародье базар. Потихоньку списывался автотранспорт, спецтехника, все маломальски ценное. В народе постепенно выросла безработица. Незаметно люди стали уезжать. Пока еще не массово, но постоянно. В нулевые годы этот процесс притормозил. Но откатная система зацвела буйным цветом из-за начавшегося строительного бума. Моя компания в эти годы построила около 150 километров газопроводов, водопроводов и сетей канализации. Самое главное, я приобрел опыт, и ребята, работавшие со мной, получили рабочие специальности. Парни и сейчас строят в Элисте трубопроводы в составе других компаний. Там они котируются как опытные ветераны. Конечно, национальные проекты сыграли свою роль в выживлении стагнирующей экономики России 90-х годов. Но и развратили и так уже небезгрешную верхушку чиновничьего аппарата. Уродливые изобретения в тех лет – это ненужные стройки. Нужна была всего лишь якобы нужная тема сложной заботы о населении. Наверное, такое было во многих регионах. Так и у нас появился Левокумский водовод. Хорошие в эти годы, конечно, тоже было. Это, естественно, визит Далай-Ламы, его лекции. После визита его возле Течества построили великолепный Хурул. Теперь он стоит в Элисте и символизирует собой наше утребление к лучшему. В технологическом плане 21 век принес нам мобильную связь. В обыденную жизнь ворвались компьютеры. Пока еще со слабыми процессорами, потешными толстыми мониторами. Даже мышек еще не было. Но это уже было начало следующей двадцатилетки и абсолютно новой технологической эры. 2021 год. У меня уже три сына. Все трое увлечены IT-технологиями. Ну а в стране продолжается работа национальных проектов и засилие чиновничьего аппарата. Люди продолжают уезжать из Калмыкии в поисках лучшего. Но, на мой взгляд, зря. Ведь все же приходит понимание, что национальные проекты – это насильственное, принудительное движение денежной массы. Такое движение неэффективно, хоть и вносит некое оживление экономики. Оно приносит мало пользы. И поэтому реальный сектор экономики чахнет. А в нашей республике вообще окончательно стагнировал. В действие приходит принцип «чем хуже, тем ближе реформы к лучшему». Вдобавок ко всему, приток денежной массы от выполнения национальных проектов иссякает. Поэтому нарастает интерес к нововведениям в деньгах. Все чаще мы слышим о криптовалютах, о майнинге, системе блокчейна. Как по мне, так это вещи, которые вступят в конкуренцию с государством, если государство всерьез не займется экономикой. Если не начнет создание реальной небюджетной экономики. В эти годы мобильная связь и компьютеры, интернет ворвались в нашу жизнь, в корне изменив все. Начали нарастать системы различных отраслей. Банкинг, торговля, связь, транспорт приобретают приставку интернет. Пластиковыми картами никого не удивить. Базы данных, сосредоточившись в виртуальном пространстве, превращаются в облако. Население все больше становится зависимым от интернет-услуг, чем от государства. Поэтому, чтобы все не ушло на самотек, нужно выстраивать свою систему взаимоотношений. Нужно создавать свою структуру, чтобы не выпасть из процесса переустройства мировой экономики. Необходимо создавать дата-центры, структуру IT-технологий. В реале это просто недорогая электроэнергия и куча блок-зданий с оборудованием. В будущем это наиболее выгодный бизнес. Кстати, нет смысла рваться в чиновники, чтобы пилить. Это уже отмирающая система, живущая за счет разграбления бюджетных ресурсов. Нарастает система, которая однажды спросит, откуда у вас такие деньги, и все пойдет прахом. Потому что все ваши транзакции будут в системе известны. Будут работать программы поиска несоответствия доходов и расходов. Смысл приобретать неправедными путями не будет. При этом думаю, что труд чиновников в будущем, как очень нужных людей, будет достойно вознаграждаться. Но не сумасшедшими деньгами. В истории есть уже случаи, когда чиновник, наворовав из казны, к концу жизни терял все. Например, Александр Менщиков, фаворит Петра Первого. Он роскошно жил, пока была жива Екатерина Первая. А затем его лишили всего, отправив доживать век в простой избив в Сибири. Кто-то вполне возможно скажет, что у меня крыш съехала. Сидит тут сочиняю всякую ерунду. Но сравнивая, насколько сильно отличаются мои 20-летки друг от друга, хочется сказать, что вскоре нарастут совершенно новые взаимоотношения населения и государства, основанные на IT-технологиях. Эта нейросеть не будет спрашивать разрешения. Она просто вырастет сама и под нее нужно будет подстраиваться, чтобы не оказаться на заборках. Я не знаю, дотянули до 2041 года, но знаю точно, жизнь в 2041 году будет совершенно другая. Это как мне в 1981 году показать цветной телевизор, умещающийся в ладони. Тогда и большие ламповые были фантастикой. Да еще и звонить по нему за секунды в Америку. Я бы не поверил. Не хочется прогнозировать негативные сценарии. Надеюсь, мы не позволим им воплотиться. Скажу по секрету, если нам удастся стать энергетически самодостаточными, то у нас очень много получится. Что еще можно сказать? Мои любимые одноклассники, мои школьные братья и сестры называли меня профессор. Когда я был командиром строя отряда, студенты меня называли Тонда. Как вождя из фильма «Пещерный человек». Во времена Орлова меня дважды условно осудили за мою предпринимательскую деятельность. Но моя совесть чистая и я гол, как сокол. Видать, стезя моя такая, лучше не ругайтесь сильно. Я совершенно не стесняюсь этого обстоятельства, хотя мои недруги стараются мне об этом напомнить постоянно. Если бы я реально расхищал бюджетные средства, меня реально бы посадили, а так условно влепили. При этом за моей спиной множество построенных объектов. Горит газ, течет вода, светят фонари, гудят трансформаторы. А недруги только и брыжут ядом, сами ничего не создавшие. О своих неудачах я специально рассказываю, чтобы вы не боялись, что кто-то когда-либо может вас в чем-то упрекать. Не бойтесь. Страх – это то, что лишает нас свободы. А без возможности свободно дышать нет счастья. Обратите внимание на звукоряд. Я попытался выделить темы «Прошлое, настоящее, мечта о будущем». Нам надо верить в мечту. Мы верим. Верят даже те, кто не признается в этом. В одной из песен голос спрашивает «На сегодня, что для завтра сделал я?». Почаще будем себе задавать подобные вопросы. Так что с наступающим 2022 годом. Пусть он принесет в нашей жизни прекрасные изменения. Пусть хорошо будет и нам, и нашим недругам. Мы с ними обязательно помиримся. Почти со всеми. Родина у нас одна. «Мир спасет только любовь». Почти словами Достоевского. Опять скажу почти словами Экзюперии. Будем смотреть вперед сердцем. Сердце зорче, чем глаза. Ничего не бойтесь. Все будет хорошо. Ваш дважды судимый профессор Тонда. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.